Малыш старше, волонтер все же считаешь его счастливой собакой. Время, к сожалению, работает против нас. Хозяйке домашнего мини-приюта Людмиле Черницкой приходится наблюдать, как с каждым днем угасает наш старичок. Малыш, и очень это больно осознавать. Он фактически ничего не видит и не слышит. Малыш живет своей жизнью, рычит на котов, кресла и даже на любую другую тень. Скрутится калачиком, как котик. Он навсегда так спит, долго окружится, а потом там же и ложится. Зайчик такой. По ночам он часто плачет, поэтому волонтер не включает свет, чтобы он мог видеть хотя бы мутную тень. Старость, она неизмежна и безжалостна. Выходят наружу все болячки, которые, к сожалению, не всегда можно вылечить. В последнее время у малыша беспокоит глаз. Он полностью слепой, подтекает и как-то нехорошо выпирает. Молится хозяйка, чтобы не пришлось удалять, так как с инсультом, который недавно был у нашего старичка, это будет не совсем безопасно. И все же, несмотря на все это, Людмила Черницкая считает малыша счастливой собакой. Он прожил у нас больше 15 лет. Попал он к нам, уже будучи взрослым. Сколько ему было точно, женщина, естественно, не знает. Поэтому ведет отчет с того момента, как он у нас появился. То есть, по-нашему, в мае будет ему 16 лет. А там, кто его знает. Друзья, в приюте много старичков, поэтому хочется уделять им больше внимания. Кроме каши, баловать еще и вкусняшками. Но из-за нехватки средств и других проблем это у нас не всегда получается. Пожалуйста, поддержите наших хвостиков. Им очень нужна ваша поддержка. Мы будем благодарны вам за любую вашу помощь. Продолжение следует...